У остановки Энергомаш около полуночи произошла авария, в которой разбиты три автомобиля и ранен один человек. Медпомощь потребовалась хозяйке Мазды Атензы. Автолюбительницу увезли в больницу с синяками и ушибами. Ее машина попала под таран нарушителя первой и оказалась отброшена от места удара метров на 30. Атенза по свежей Пороше проскользила в направлении противоположном первоначальному. Автолюбительница, как и третий участник ДТП, двигалась по Ленинградской улице со стороны Волочаевского городка. Ей, как и водителю вставшей борт-оборт с ней Тойоты Аксио, нужно было свернуть налево на улицу Ленина. Дождавшись, когда на светофоре загорится дополнительная секция, разрешающая этот маневр, они синхронно тронулись и попали под удар нарушителя на Хонде Фит, ехавшего им навстречу. Девушка, получается, стояла в первом ряду, а Мазда стояла в втором ряду. Они как бы загорелся зеленый свет светофора и они начали уже поворачивать. Я в этот момент уже стоял здесь, то бишь, вот здесь стоял, зал туда, чтобы поворот. Ну и все, получается, вот. А этот пролетел на красный свет светофор. Откуда он появился? Он оттуда ехал. Он ехал от той стороны. Со стороны до вокзала. Врезавшись в Атензу, машина нарушителя отлетела на Аксио. И увернуться от Торана у ее водителя не было никаких шансов. И он бьет ее, короче, ну, морду ей сносит, сносит морду и вот его как разворачивает по инерции. И меня со второго ряда вот помял стул, ну, сбил, разбил все. Сидевший за рулем Хонде Фит, 29-летний хабаровчанин был не слишком адекватен и заметно заторможен. Он пытался доказывать, что белое – это черное. Мужчина заявил, что ехал на красный свет вовсе не он, а его оппоненты. Да, я ехал по Ленинградской, в меня вот въехала машина на Ленина. Просто вот так вот пистала все. На запрещающий знак. То есть вы за рулем не сидели? Не, я за рулем сидел, у меня вписалась машина на запрещающий знак. Вы выпивали? Вы пьяны? Не, я как бы выпивал, но я думаю, что есть другая ситуация. В финале оформления аварии виновник ДТП окончательно отошел от шока и продолжил радовать полицейских креативными заявлениями. Подумав, он стал уверять, что за рулем Фита не сидел, а ехал пассажиром. Потом начал дебоширить, унижая людей в форме. Усмирять его пришлось силой и позже доставлять в отделение за оскорбление представителей власти. Проходить тест на трезвость фигурант отказался. Хозяином Хонды Фит горожанин не является. Машину для поездки он взял у своей сожительницы. С места происшествия Денис Коршунов, Татьяна Шамбурова и Александр Савчук.